Сангуру, когда я нахожусь на пике эмоций, уступить кажется самым доступным и самым приятным из всего возможного. Когда множество других вещей одолевает меня, это чувство пропадает из моего поля зрения. Могу ли я уступить сознательно? Не пытайтесь уступать. Что вам уступать? Что именно вы собираетесь уступить? Если вы склоняетесь, это не означает уступить. Это хорошее упражнение. Если вы заявляете «я уступил», это ужасное эго. Так как же вы уступите? Что вы уступите? В конце концов, что вы имеете, чтобы уступить? Уступка происходит в результате определенного осознания. Эти слова очень легко могут ввести в заблуждение. потому что вас всегда учили собственной значимости, самоуважению, уверенности. Не так ли? Эти ценности составляют вашу жизнь. Уступить — значит пойти против всего этого. Вы можете уступить только тогда, когда в вас отсутствует значимость. Если у вас есть чувство собственной значимости, чувство собственного достоинства, уверенность, как вы уступите? Но можете ли вы жить без уверенности? Можете ли вы жить без самоуважения? И без чувства собственного достоинства? Сейчас нет. У меня нет чувства собственного достоинства. Нет чувства собственной значимости. Поэтому в любой момент я готов, если понадобится, в следующий миг я готов уйти, потому что я не думаю, что вот это чего-то стоит. Лично я не думаю, что это чего-то стоит. Поддержание этого на ходу. Но поскольку это кажется полезным для многих жизней вокруг нас, мы продолжаем это поддерживать. Но собственной значимости нет. Потому что отсутствует ощущение личности. Так откуда же взяться значимости? Личность ничего не значит. А если добавить уважение к тому, что ничего не значит, то возникнет много проблем. И если самоуважение придаст этой никчемной жизни уверенности, то это будет настоящая беда. Но ради выживания потому что люди верили, хотя это и неправда. Люди верили, что без веры в себя невозможно выжить. Это неправда. Это по сути неправда. Но люди поверили в это, и для них это стало правдой. Потому что во что бы вы ни верили, если добавить к этому достаточно внимания и эмоций, это станет реальностью. Это станет очень реальным. Во всем мире самые нелепые системы убеждений стали абсолютно реальностью для многих людей. Не для малого числа людей. Для подавляющей доли населения это стало реальностью. Они верят в это, и это так. Благодаря вере эти вещи стали реальными. Но все, во что вы верите, и что наделяете силой через свои мысли и эмоции, не имеют экзистенциальной основы. Когда вы говорите об уступках, вы говорите о переходе. от ограничений одного измерения к ограничениям другого. вы достаточно побились головой о стену, и теперь понимаете, что пока вы не станете как воздух, вы не пройдете. когда вы осознали, что в вашей нынешней форме вы никогда не пройдете. Предположим, вы в тюрьме. Двери толстые, и ничего не происходит. Вы не можете выйти. Но есть точная канава, грязная канава. Если проползти через эту грязь, вы окажетесь на свободе. Решитесь ли вы ползти по грязи или нет? Таким будет ваш выбор, не так ли? Если это путь к свободе, то вы поползете по самой ужасной грязи. Она попадает вам в нос, в рот и еще куда-нибудь. Но это не имеет значения, потому что это путь к свободе, и вы будете ползти по этой грязи. Вот что значит уступить. Вы уступили, потому что вы поняли, что не можете преодолеть тюремные стены, выпрямив спину. Поэтому вы ползете. Уступить — значит прийти к определенному осознанию, что в своей нынешней форме вы не можете пройти через ворот. поэтому вы находите более разумный способ. Это не придет путем совершенствования. Это придет только благодаря определенному осознанию, либо через ваш интеллект, либо если жизнь вас как следует потрепала, либо вы достаточно безумны, чтобы влюбиться безудержно, безусловно, неразумно, некрасиво, а безумно. как Рамакришна или Мир Абай или Ака Махадеви. Было много таких людей. Это только известные имена. Было множество таких безумцев. Они не были нормальными. Они не были приятными. Совсем не были приятными. Я хочу, чтобы вы знали это. Но они были замечательными. То, что замечательно, не должно быть приятным. Обычно это не очень приятно. Редактор субтитров А.Семкин